Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания». В этой студии мы обсуждаем самые актуальные темы из жизни региона, и очередной выпуск лишь усилит этот курс нашей работы. Дело в том, что именно каналу ПС удалось самому первому пригласить в студию нового директора Арктического морского института имени Воронина. Всего лишь несколько дней назад у знакового для поморья учебного заведения сменился руководитель. Теперь за штурвалом его организационной работы стоит Елена Смягликова. Именно она и окажется сегодня в центре внимания. Елена Абертовна, добрый вечер! Александр, добрый вечер! Ну, во-первых, позвольте вас поздравить. Спасибо! До своего назначения вы занимали пост про ректора СФУ по социальной работе, и вот новая должность. И чем вызвана такая смена курса? Совершенно верно. Но я хочу напомнить о том, что с момента создания Федерального университета я занимала должность про ректора по социальным вопросам и воспитательной работе. И, Александр, вы знаете, два года назад началась серьезная работа по совместным проектам, прежде всего для молодежи, для курсантов, для наших студентов, обучающихся с Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала Макарова. Который находится в Санкт-Петербурге. Совершенно верно. В городе Санкт-Петербург. Это серьезные проекты, которые мы реализовали совместно. У нас было подписано соглашение между университетом Северным Арктическим Федеральным и Питерским, как мы его называем, Макаровка. И это такой знаменательный статусный год 2013, тогда, когда мы провели совместный проект для молодежи «Морфест-2013». Это фестиваль? Это был фестиваль. Он начинался в Архангельске, в Северодвинске, затем был в городе Санкт-Петербурге. Затем это совместный проект волонтеры Сочи, тогда, когда наши волонтеры, студенты, преподаватели, сотрудники, люди серебряного возраста были в Сочи и в том числе были курсанты из Макаровки. То есть вы организовали совместную подготовку тех, кто работал в Сочи? И не только. То есть у нас был совместный проект уже непосредственно в городе Сочи, тогда, когда учебное парусное судно «Мир» пришло в Сочи. И мы также, наши волонтеры, ребята, курсанты Макаровки, наши ребята работали на объектах Олимпийских и Паралимпийских игр. Вот вы упомянули наше легендарное судно «Мир», оно было и в Архангельске в этом году. Очевидно, его визит был не случайен. Насколько теперь, я могу понимать. Совершенно верно. Это был третий большой проект, который мы реализовали уже в этом году. Вы знаете, что были знаменательные события в июне 2015 года. Это приход парусника «Мир» в город Архангельск. И я хочу напомнить о том, что последний раз судно такого класса приходило 18 лет назад в город Архангельск. И также визит нашего патриарха в Сеаруси Кирилла. И поэтому эти мероприятия были организованы совместно. Руководство университета посмотрело нашу работу совместную. И буквально в течение полугода поступало мне ряд предложений для того, чтобы занять должность директора Архангельского морского института. Но теперь становится понятным, что эти предложения были небеспочвенные. Как долго думали над сменой места работы? Ну вот 6 месяцев и думала. Поэтому не могла уйти сразу, поменять так резко свою жизнь, свою судьбу, направление. Все-таки морское образование это очень специфическое, специфично для меня, потому что я гуманитарий по образованию, педагог, кандидат педагогических наук, доцент. И поэтому, ну я думаю неплохой руководитель, поэтому согласилась на то, что стало за державу обидно. Наш регион, Архангельская область, потеряла высшее морское образование в городе Архангельске. Вот как раз я хотел спросить о судьбе нашего Архангельского морского института. Были разные слухи. Вот хочется узнать, что называется, из первых уст. Наша мореходка, наша знаменитая ворона, как ее называют, обыватели, теперь это Архангельский морской институт, будет? Он жив? Он будет развиваться? Что его ждет? Да, большие планы на будущее. Я в должности всего неделю, но за эту неделю уже было сделано достаточно для того, чтобы приостановить процесс. Вообще, ну ситуация такая, что если бы высшее образование закончилось по морской, то и о среднем уже стоял разговор. Поэтому вот за эту неделю удалось поучаствовать в большом мероприятии в проекте, который называется «Транспортная неделя-2015». Мы знаем, что этот проект реализует Министерство транспорта ежегодно. Российской Федерации. Российской Федерации. Это федеральные события. Министерство транспорта Соколов Максим Юрьевич, и были собраны на этом большом собрании все моряки, и моряки, и речной флот, морской флот, безопасность и так далее, и так далее. И поэтому... Вам удалось встретиться с руководством Минтранспорта? Удалось встретиться, была представлена. И хочу сказать, что долго сомневалась, как может женщина руководить все-таки Арктическим морским институтом. Но тем не менее, когда была представлена и Соколову, и заместителю министра Олежскому Виктору Александровичу, сказали, Но это третий случай в Российской Федерации. Дама руководит таким же институтом в Астрахани и университетом в Новосибирске. То есть такая практика есть, и ничего такого экстраординарного нет? Это третий случай. Поэтому дорогу осилит идущий. Я думаю, что будем справляться вместе с коллективом, будем работать с ребятами, с курсантами. И буквально на этой неделе уже состоялось ряд встреч. Это прежде всего с курсантами. А их на сегодняшний момент в Арктическом морском институте 445 курсантов. И также мы осуществляем подготовку по заочному обучению. 184 обучающихся присутствуют на занятиях. — Вот что Вы можете ответить тем оппонентам, которые наверняка будут высказывать мнение о том, что человек далёкий от морского образования, да ещё и женщина, и встала во главе. В общем-то, отчасти Вы уже высказали мысль о том, что Вы не первая. Но всё-таки насколько сложно Вам будет? Вы представляете? — Я полагаю, что будет непросто. Но тем не менее я буду надеяться на тот коллектив, на ту команду, которая меня, безусловно, не подведёт. И если будут какие-либо нарушения, замечания и несогласования тех указов и распоряжений, которые я буду давать своим сотрудникам, своим подчинённым, а как правило, это мужчины, значит, будет другая тема для разговора. — Елена Альбертовна, всё-таки Ваши первые шаги в новой должности на новом посту? — Первое — это дополнительное финансирование для улучшения материально-технической базы для курсантов, для обучающихся, и в том числе дополнительное создание учебно-тренажёрного центра для подготовки специалистов для морского образования. Это первый шаг. Второй — это сохранить все те традиции, которые есть у славного института. И 235 лет, 23 марта 2016 года, исполняется нашему Арктическому морскому институту, самому старейшему учебному заведению, которое готовил кадры именно для морской отрасли. Как раньше говорили в указе Екатерины, второй — 1781 году для нужд флота. И, безусловно, третья — это задача очень серьёзная. Это возвращение высшего морского образования в наш регион для подготовки специалистов для работы в Арктике. То есть вот за неделю вам удалось привлечь дополнительное финансирование на целый комплекс мероприятий уже получается? Ну, это не все деньги, которые поступят в конце финансового года. Серьёзный итог — первая работа недели. Совершенно верно. Вот ваше согласование на должность шло долго. Я знаю, что всё-таки процедура руководства достаточно непростая. То есть с кем нужно было согласовать вас, чтобы вы стали руководить нашим институтом? Ну, непосредственно была представлена вся информация о своей жизни, о своей должности, когда, что, во сколько, когда и так далее. Далее был ректором университета Сергеем Олеговичем Барышниковым подан рапорт. Ректор Макаровки, совершенно верно, подан рапорт в Федеральное агентство по транспорту морского и речного транспорта в Москву. И согласование проходило на уровне Министерства транспорта. Вот вы уже упомянули, что юбилей в следующем году — 235 лет. Вы знаете об этом юбилее, и значит, он не пройдёт мимо северян, мимо тех, кто жизнь отдал флоту? Уже начали подготовку, вот на этой неделе у меня дано ряд распоряжений для сотрудников института по подготовке данного большого серьёзного проекта. И поэтому есть ряд задумок. Первое — это прежде всего те серьёзные традиции, которые мы будем славить. Это наши выпускники, это наша гордость. Поэтому пройдёт ряд встреч. Далее — это задумка с приглашением очень важных людей из Министерства, из Федерального агентства для участия в данных серьёзных торжествах, которые пройдут у нас в Архангельске. И полагаю, что этот проект будет совместно с правительством Архангельской области. Потому что это наши славные традиции, которые мы должны чтить и честовать, в том числе и наших ветеранов. А главное — приумножать. И приумножать, в том числе. Как Вы ощущаете себя в форме? Мне она идёт. Я не случайно спросил, я хочу узнать, что за знак? Вот это некий знак отличия у Вас, если можно, несколько слов о нём. Да, этот знак разработан был в Головном университете в Макаровке, в Санкт-Петербурге. Это сам Макаров с определёнными регалиями. Этот знак носят члены попечительского совета университета морского и речного флота имени адмирала Макарова. И также руководящий состав ректор, проректоры и директоры филиалов, которых несколько на территории Российской Федерации. Это наш филиал Арктический морской институт имени Владимира Ивановича Воронина. Это филиал в Петрозаводске, это филиал в Воронеже, это филиал в Печоре и это филиал в городе Котласе. Я хочу сказать о том, что на прошлой неделе Котласскому речному училищу, филиалу Макаровке, исполнилось 80 лет. Я принимала участие в торжествах и когда со сцены поздравляла своих коллег, сказала о том, что вы ещё дети, вам всего 80 лет. А в нашей мореходке 235. Гораздо старше. Нам на следующий год будет 235. Елена Альбертовна, спасибо большое, что пришли к нам на программу. Вы взяли действительно непростую ношу, но пусть она будет вам по плечу и, как говорят моряки, 7 футов подкилем. Спасибо, Саша. До свидания. На этом всё. Напомню, в центре внимания сегодня был новый директор Арктического морского института имени Воронина Елена Смягликова. Всего доброго и до встречи в эфире.